Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 15 июля. Еще в прошлом году очень часто спрашивали люди, почему томаты, ну вот появляются вот такие трещины, почему томаты с трещинами, что на это влияет. Я сейчас быстренько расскажу, как раз пока поливаю. Вот смотрите, вот это у меня чудо земли. Хороший спелый томат, все. Но так как у нас стоит жара, вот жара невозможна. Я уже рассказывала, что я и поливаю воду в теплице, заливаю полностью теплицу, потому что земля хрустит, все высыхает 30 градусов на улице, больше 40 в теплице. Конечно нужен обильный полив. Но так как все томаты разные, вот если например вот этому томату обильный полив подойдет, вот он зелененький, то такому томату спелому обильный полив уже не нужен. И вот чаще всего у нас трещины появляются из-за нарушения режима полива. Вот два дня не было меня в теплице, например, прихожу, сухая земля, включаю шланг, начинаю поливать. Я еще не только шлангом поливаю, у меня и капля льется, и дополнительный шланг, иначе никак. Вот сегодня уже две теплицы залила, одна еще на очереди. Целыми днями этим занимаюсь. И спелые томаты, которые уже сформированы, и которым уже влага эта не нужна, они и так бы поспели, но они этого не понимают, они все равно начинают пить эту воду, и конечно, кончается тем, что они лопаются. Вот, видите, и это лопнуло, и это лопнуло. Если вы не хотите, чтобы у вас лопались томаты, перед тем, как обильно поливать, вот даже в жаркую погоду, нужно такие томаты, конечно, снять. Я вот этот не сняла, почему? Я хотела, чтобы он, вот это исчезло, зеленое пятнышко, вот, ну, которое бывает, вот, когда недозрелый томат, вот такой вокруг плодоножки зеленое пятно, я хотела, чтобы он был более равномерный, более спелый, не сняла его, ну, а надо было снять. В принципе, трещина, это не болезнь, это не что-то инфекционное, и кушать, конечно, можно и все. Я вот сейчас возьму его, этот томат, сниму и нарежу с него прекрасный, хороший салат, ни на вкус, ни на что не влияет, ну, просто эстетически, и если кто-то выращивает на продажу, конечно, нужно стараться избегать таких трещин, потому что товарный вид теряется, чаще всего режим полива. И еще, есть сорта некоторые, склонные к растрескиванию, такое тоже есть. И вот, ну, главное самое, резкие вот эти перепады, когда сильно сухая земля и от сильно до сильно мокрой, чтобы даже рекомендуется, если у вас пересохла сильно земля, в несколько приемов. Они один раз немного полили, подождали несколько часов, потом еще немного полили, потому что вот такие спелые томаты всегда однозначно треснут, если будет резкий перепад. Все, ничего страшного в этих трещинах нет, но умные огородники перед тем, как хорошо полить, снимают спелые, снимают бурые. Это и ускоряет созревание следующих кистей. Вот если бы этих не было, у меня следующие помидорки бы быстрее налились, быстрее бы созрели. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok